Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал JoyWire! С вами снова Джо и давайте продолжим наше уютное приключение в мире RimWorld, где наш маленький Уфо пытается выжить изо всех сил, овладев растеневодством и строительством за прошлый наш эпизод. О! Что делаешь? Что у тебя по настроению? Ну-ка, ты голоден? Покушаем, мы тебе сейчас стол замутим и давайте сделаем наконец-то Уфи... А! У нас есть стол даже! Тогда мы можем зафигачить здесь нормальную такую себе комнату. Давайте попланируем сперва. У нас здесь есть залежи железа. Мы можем... Ха! Мы можем расшириться в эту сторону. Мы можем зафигачить прям досюда стену, здесь сделать уголок, здесь в эту сторону. Или можем пока не спешить на самом деле. Давайте обживем этот уголок. Сделаем Уфи комнату. Типа... 6... 6 на 6, наверное? Чем-то такое. Я не умею считать цифры это вообще. 6... 6... Да, типа такая комнатка. И... Мы можем зафигачить еще одну рядом. Это... Не... Не-не-не. Мы не будем пока углубляться в скалу, тем более у него навык копания вообще просто отвратительный. Мы можем в эту сторону копнуться. Здесь не так много придется добывать. И... Здесь будет у нас еще одна комната. Типа тюремная или что-нибудь такая. И... И здесь мы можем отгородиться и просто сделать дверь туда. Это... Вот это, допустим. Будет... Кухонька. Маленькая. А... Сюда... Мы сможем перенести нашу еду. Зафигачим сюда холодильник. Здесь мы сможем сделать разделочный стол. Не так много места, скорее всего, намного меньше, но да ладно. Здесь сделать проход из разделочной на кухню. И... Как бы... И нормально. А если появится заключенный, мы можем всегда разместить его на кухне и... Сойдет. Давайте распланируем сразу в порядок действий. Перенесем... Не-не-не-не-не. Мы же можем переносить кусочки стен, да? Да. Переставить сюда. Переставить сюда. Где там? Вот сюда. Это мы переставим сюда. Это мы переставим внутрь комнаты. Столик. Тоже переставим сюда. Табуреточку сюда. Вот это место все освободится. Мы сможем расшириться. Кроватку мы переставим вот сюда. Еще один охладитель можно поставить на кухню. Мешаться не будет. Вот это надо будет добыть два кусочка. Здесь мы сможем добыть и... Плевать. Пусть он начнет сперва, а там... Там посмотрим. Дверку вот эту переставить сюда. Ты посмотри, как он оперативно работает. Какой молодец. Так, только давай перенести, 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 перенести. Это, пожалуй, даже важнее постройки непосредственно. Вот это сюда переставить. Ошибочка. Nope. Это переставить сюда. Вот это переставить сюда. Это можно разобрать. Я... Я поторопился с разборкой, на самом деле. Я только сейчас заметил, что здесь... Необходимо еще чуть-чуть построить. Вот эту мы дверь... Она, кстати, незачем. Не нужна. Не нужна. Дядь, ты не умеешь добывать ресурсы. Что ты делал? И... И просто отрубился. Ну ты, конечно, хорош. А, мелкая стерва. Давайте удалим эту планировку. Ну, ну, почти. Он был близок к тому, чтобы все-таки достроить себе комнату. Вот здесь кусочек нужен. Здесь можно оставить каменную и просто сгладить. Это, возможно, даже будет плюсом. И кровать все-таки... А, сюда лучше переставить. Эта дверь заделается. Здесь будет стена и все. И прекрасная комната. Маленькая, но своя. Или можно ее увеличить еще на одну. Не, я думаю, достаточно. Я думаю, достаточно такой комнаты. У нас, кстати, уже рис вырос. Первая еда. А что у нас по ягодам? Пока не испортились, но... Я думаю, надо... Надо заняться укрытием нашей пищи. Почему он не хочет? А, потому что здесь стоит разделочный столб. Точно. Построить копию сюда. Отлично. И мы строим еще кусочек сюда. Строим кусочек сюда. Вот это можно убрать. А вот эти выровним сюда, сюда и... Достойно, достойно. А он может выравнивать пол, интересно? Да, он может выравнивать несколько кусков пола. Не скажу, что это космическая крутость будет. Но это поможет ему поднять скилл. Это же улучшает. Да, 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 да. Смотри, уровень строительства растет с безумной скоростью. И комната, возможно, не такая убогая будет. Охотник из фракции проходит мимо. Иди своей дорогой, путник. А, вот он. У, слушай, здесь столько ягод. Но нам уже ягоды не нужны сейчас. Пять в строительстве. Ты, пацан, дядька просто космической крутости. Нам нужно добыть всего лишь немного железа. Сходи сюда, добыть пару залежей деталей. И он может построить себе ветряную мельницу. Прям здесь можно зафигачить. У нас уже будет холодильник. Он же умеет делать ветряную мельницу, да? Ну, кондиционер точно может делать. Ветрогенератор может делать. Офигенно. Дядь, да ты крутой, я смотрю. Можно вот эти кусочки добыть железа. Вот эти. Ну, все внешние, в принципе, можно добыть. У него это займет некоторое время, но... Не настолько критично, чтобы прям было неловко. А... Трейд... Трейд... Я хочу посмотреть... О! Торговцы. У нас, наверное, не особо есть чем поторговать, но, может быть, мы найдем общий язык. Я хотел посмотреть крутость комнаты. Красоты окружения. А, ну... Земля минусует, но здесь кроватка плюс три. Надо вот эти стены пофиксить, и... А у нас будет неплохая комната. А, они идут. Они идут. Они идут. Можно будет попробовать, чтобы он кровать еще раз перестроил. У нас она какого качества? А, нормальная. Не, нормальная сойдет. Я думал, плохого качества кровать, потому что... Это напрямую зависит на то, как... Как быстро персонаж высыпается. А, здесь я... Я скачал ReWorldHoop. И теперь в левой части можно увидеть все... Все скиллы, и с какой скоростью они прокачиваются. Прямо на главном экране. Удобно. Удобно. Дядь, ты что кричишь? Подождите, я котика выпущу, он психует. Сек. Эх, балбес орущий. Так. Уф, а что там по сну? Давай, просыпайся, умоляю. Сейчас торговцы уйдут, будет очень неловко. Молодца. Тем более, тебе надо повышать навык социальных взаимодействий. Медикаменты. Патроны 81 миллиметр. Дымовые пушечные снаряды. Эмигранаты. Пехотная броня. Катафрактарская броня нормальная за 5700. У нас, к слову, ноль. Шлем за полторы штуки. Покупать они у нас ничего не хотят. Так что, не в этот раз. Не в этот раз. Давайте не будем терять время и зафигачим еще здесь одну комнату сразу. Why not? О, кстати, это можно будет сделать даже вот таким путем. Чтоб он заменил железо сразу на дерево. А здесь мы построим копию двери. Очень медленно идет с добычей железа, конечно. Ничего не поделать. Возможно, у него еще дебаф из-за того, что... Он не покушал. И не дебаф из-за того, что он в темноте копает. Но поделать. Такая судьба у тебя, родной. А что у нас? 34 градуса на улице. Чертовски жарко на самом деле. Но внутри 16. В его комнате очень жарко. Дядь, ну тебе надо будет... А, он не назначен на заполнение. Refuel. И он сможет охладить свою комнату. Потому что иначе он... Ну, 34. Учитывая, что он голенький. А гости прибывают. Я не думаю, что мы сейчас готовы принимать гостей. Пока не до гостей. Гости крутая штука. Это Hospitality Mod. Добавляет возможность принимать гостей. И они частенько могут оставлять подарки. За хорошее отношение. Ребята мне оставили серебра. God damn. У нас теперь есть немножко валюты. Второй уровень в горном деле. И посмотри, с какой скоростью он уже начинает фигачить. Просто хорош. И медитировать. Большой плюс, что медитирование еще работает пока. Рано или поздно, из-за того, что он занимается одними и теми же развлекательными действиями, он начнет... Точнее, перестанет испытывать наслаждение. Давайте зафигачим здесь деревянный колышек. Он его построит после сна. И ему будет чем заниматься, чтобы поднять себе настроение. И все-таки надо добыть еще немножко железа. А вот здесь мы можем построить еще одну комнату. У нас хватает вроде дерева. Ну да, сколько? Девять. Пять древесины стоит стена. И... Двадцать пять... Стоит... Вот, у нас есть еще одна комната. И... Я все-таки хотел бы, чтобы ты добыл... Этот мрамор. И я бы хотел, на самом деле, начать перерабатывать камни, чтобы обнести еще парой стен хотя бы... Хотя бы эту территорию. Хотя бы с одной стороны. Чтобы здесь мы могли встречать противников после капканов коцаных и пытаться с ними бороться с нулем опытов барби. Вот здесь выровнять. И... Планирование можно убрать. И здесь тоже. Что у тебя там по уровням? Ну-ка. Строительство уже почти до шести. Поднялось горное дело два с половиной. Работорговец. Но у нас всего соточка серебра. Возможно, этот дядька продает... Ну, этот дядька. Этот караван продает каких-нибудь мега-дешевых убогих рабов. О, шестой уровень в строительстве. Hell yeah. Да, он продает за самый дешевый 966. Стоит... Эмбайхада. Поденщик, человек, мужчина. Чем ты так плох? А, пиромания. Все понятно. Аборт. Слабый иммунитет, женоненависть, нечисто. Красота. Все, я понял. Я понял. Интересно, чем так отличился Хакуджа, лекарь, который 2 700 стоит? Беспечный стрелок. С навыком 2 в стрельбе. Кровожадность. Восприимчивость. Психочувствительность плюс 40%. У него 13 в медицине. И двойная увлеченность. Охренеть. Охренеть. У него очень... Очень много маленьких, слабых увлеченностей. Интересная история. Он в детстве был убийцей, но в зрелости он осознал свой косяк и стал лекарем. К сожалению, у нас нет 2 500. Мы можем купить немного лечебных трав. Например, штуки 3. Где они? Я бы хотел, чтобы... А, все. Он сам сообразил и унес их. Отлично. Лечебные травы это просто супер. Мы можем начинать готовить, между прочим. Я вот все выжидал-выжидал. Что за посадочный маяк? Отмечает угол посадочной площадки. Для ее создания требуется 4 маяка. Это что-то из модификаций. Подожди, нет. У меня патч скачался перед сегодняшней записей видоса. Это что-то новое. Баррикады добавились. Колючая проволока. Они добавили амбразуру. Она стоит 5. Это из модификации. Эмбрейджер. Охренеть. Я подозреваю, что там статы хуже. Воспламеняемость... Ну, это понятно. Из дерева. Прочность. Высота укрытия 1.23. Мне интересно, сколько защиты дает. Ну, видимо, надо рядом ставить их и сравнивать. А он медитацию дает. Вот это, которое из модификации. Так, ладно. Это все не важно. Это все стороннее. У меня есть ящики для хранения. Вот это круто. Это мы можем применять, на самом деле. И даже, я думаю, это стоит применять. Мы здесь можем зафигачить. Бочки для еды. 80 единиц. Мы можем еду занести на кухню, чтобы сразу готовить. Ну, частично. Хотя бы туда рис перенести, и он не будет портиться. Так, давайте глянем. Производство... Костер же, да, надо? Костер. Мы пока можем... Отличная идея поставить здесь охладитель и костер. Красота. Кайф. Найс. Круто. Супер. Охеренно. И, возможно, костер можно поставить рядом с бочками. Чтобы он прям сразу из них доставал еду. И, наверное, давайте попросим, чтобы он срубил здесь немного дерева. Потому что нам однозначно пригодится вот это. Вот это. И вот эти пару деревьев. Да, да, неплохо. Неплохо. Окей, окей. Я бы хотел, чтобы он добыл еще немного железа. И чтобы эти мрази перестали заходить ко мне в комнату, когда персонаж спит. Они его будят. И у него от этого портится настроение. Сука, дважды еще зашли. Кончи. Так, давай ты построишь бочку для еды. Давай ты... Сука такая. Давай ты срубишь пальмы. Вот эту херь. Вот. Потому что это надо сделать, дядь. Ты вот это построишь. Мы сделаем здесь повышенный приоритет. Потому что здесь обычно не надо высокий. И мы сюда будем складывать рис. Отлично. ХБЦ. Какой-то новый вид наркотика. Рис. Ягоды. Перенести рис. Перенести рис. И он перенесет ягоды. И у нас все вообще отлично. Как его качество? Испортить через 38 дней. Прекрасно. Это просто миллион лет. И у нас есть костер. Мы можем зафигачить себе еду. Приготовить 4 блюда. И делать... Делать по одной штуке на колонист. То есть 4... Да. Я думаю 4 порции еды ему будет достаточно. И сюда мы ее тоже будем складывать. Она же... Может? Отмечать. Как она там называется? Наркотики. Немножко не то. Как она... Подожди. Че я там попросил? Простое блюдо. Блюда. А, нет. Сюда нельзя складывать. Эээээ... Shit got damn. Ну... В любом случае мы сделаем здесь маленькую область. Маленький склад. Сюда допустим. С высоким приоритетом. И сюда мы будем складывать блюда. Это не мясо верблюда, ёпт. Блюдо. О, простое блюдо. Отменить всё, разрешить свежее, простое блюдо. И он будет его складывать и оставлять на полу. И мне надо, чтобы ты приготовил себе еду. Немало пищи, всё прекрасно, друг. Сейчас всё будет, подожди. Всё. И он утащил её обратно, ты что, тупой? Простое блюдо уберём отсюда, лады. Ты настолько хочешь менеджмент проводить? Ааааа, блюдо. Всё убрать и здесь будет только простое блюдо. Почему? Потому что здесь камушек лежит? Ой, бесячая дурачина. Ой, как он меня раздражает. Давай сюда ты будешь камушки складывать, тебе так будет спокойнее? так блюдо мне не надо продовольствия мне не надо изделия я буду сюда складывать обломки нахрен он туда дерево принес ну чё вообще кончи благо он не бесит разрешить свежее простое блюдо мой балбес какой же упертый прям весь меня он его не хочет переносить туда о метеорит шиферных сланец такой оси воду носорога прибила нам бы мясо пригодилось вот ну теперь он справился наконец-то всего лишь надо было просто заморочиться безумно все получилось так и все-таки мне надо наверное перераспределить твои обязанности ты все еще будешь нашим главным строителем но ты станешь шахтером и будешь немного добывать железо здесь и готовка да ты будешь поваром номер один и будешь готовить себе блюдо чё делаешь а все нормально сколько у нас железо 48 26 74 у смотри как погнала вау а обломки корабля я понял это кстати хорошая штука отсюда можно добыть сразу компоненты и тем более это случилось очень даже близко и если все пойдет хорошо ты добудешь сразу эти компоненты тоже компоненты детали какая разница вот это да 8 компонентов охренеть в принципе нам нам не надо вторую штуку даже добывать и он ее все равно добудет потому что я не знаю почему он такой упертый так неловкая установка прямо двери но рано или поздно мы снесем эту стену я думаю поставить можно чуть ближе к ну чуть чуть меньше еды оставить хлопок это это же хлопок а это кукуруза пусть кукуруза растет рис как выбрать зону господи помилуй в расширить зону и и расширить в эту сторону энергия подводный кабель по дну мелких водоемов это нам не надо мы можем зафигачить здесь кабель его надо бы тут наверно прикрыть крышей потому что я боюсь что может бахнуть и проведем провод сюда и здесь мы сейчас зафигачим по кондиционер одинаково стоит тут просто какой-то по просто папа симпатичнее выглядит не более того допустим вот этот мало пищи смысле у тебя сейчас ну ладно не сейчас и кукуруза тоже не сейчас давай мы добудем ягоды с тобой чё ягода плохо ягода тебя спасала первые дни вообще ягода нормально так он здесь получается зафигачит кулер мы здесь отделим эту комнату неловко получается нормы мы отделим ее вот так этот кусочек добудем это будет безумно холодная комната где будет храниться еда которая будет портиться а дальше что-нибудь еще придумаем дядь ты можешь да слушай он может строить ветрогенератор ну пусть он приготовит себе еду сперва потом покушает а теперь ты давай срубишь вот этот куст вот этот куст вот этот и потом будешь строить ветрогенератор грузовые контейнеры чё там ребята это же еда халявная еда охренеть еще так рядом ну теперь грех говорить о том что у нас закончилась еда тем более пимикан по моему вообще не портится испортится через год и бешает только из-за того что находится на улице на сейчас у нас будет приготовлен холодос так тебе нужно нет и строитель номер один друг расширим область чуть-чуть он построил провод сейчас он построит кулер нам не хватает немного стали ты где подожди мне страшно они все нормально он просто просто пошел прогуляться чуть-чуть все нормально так давай ты добудешь все таки да ты добудешь сталь и сделаешь холодильник и ты будешь просто красавчиком сегодня просто лучшим у меня уже испортились лекарственные травы на которые я потратил кучу денег отличная работа так сколько еще надо стали по идее еще одного кусочка должно быть достаточно и мы сможем перенести наш склад туда были ты что зараза не давай ты уже доделаешь а потом пойдешь спать как тебя такое минус 9 наверно слишком много по энергии будет можно оставить минус 4 например и у нас крутая холодная зона есть это будет склад на котором будем хранить свежую одежду не надо предметы нет так отмена свежее продовольствие трупы животных и например лекарства д медикаменты вот медикаменты все и еда вся и теперь вот это не не нужна зона удалить отсюда мы уберем лекарственные препараты ладно изделия ставим лекарственные препараты уберем и продовольствие туши животных тоже оси выбираем офигенно у нас есть холодос в котором минус 3 градуса и он может морозить еду а крышу я все-таки считаю надо сделать до построить крышу да где-то где-то на две ячейки да я могу построить ну чтобы хотя бы здесь она не подвергалась электричество воздействию внешней среды дождю и прочей хрени так мы безусловно достигли определенного прогресса ема сколько ягод то выросло за то время пока мы их не собирали дядь притормози с железом нам больше пока не нужно мы можем да 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 я думаю это можно сделать таким образом мы можем вот это сделать нашим складом сейчас в котором будет храниться все остальное кроме медикаментов и продовольствия даже не так я я наверное сделаю напрямую он он же умеет копировать настройки установить настройки и вот этот склад мы удаляем а с чё ты кругами ходишь ты чё конч а ты гуляешь подожди он собирает бамбук но у него какой-то инсульт однозначно и давай ты перенесешь вообще все на новый склад у хорош смотри huge куча еды хрени так далее давай ты ее перенесешь потому что я боюсь что ты забудешь задание доступно с жара с компенсации искусственный интеллект личность и искусственная личность искусственный интеллект личность корабля на орбите хочет провести ряд экспериментов планетарного масштаба однако если она проведет свой эксперимент жара будет иссушать поселение близлежащие окрестностей на протяжении четырех дней нанося вред посевам животные люди оказавшиеся в неохлаждаемых помещений могут погибнуть мы можем получить 27 пласталек копье из дерева шедевральное или шедевральный лук и серебро но четыре дня нужно будет прожить в безумной жаре учитывая что сейчас 31 безумная жара это наверное не знаю 50 60 будет огромная вероятность пожаров а у нас стены из дерева так что я пожалуй пас ты гуляешь он не может отсюда пройти я так и думал давайте построим дверь здесь не так давай ты переставишь дверь сюда ой бесячий дебил сейчас пусть он скушает а он переносит но но тогда ладно так давай ты перенесешь теперь сделаешь вот это и построишь стену чтобы я не волновался пожалуйста пожалуйста спасибо все бир ветряк не особо мешает здесь здесь можно еще расширить чуть-чуть зону у нас кстати начинает уже прорастать кукуруза немного но с достатке еды замороженное не портится да да вот насчет этого я подумал да сколько внутрь бочки влезает 8 из 10 стаков мы можем сюда кинуть им пимикан пусть там тоже валяется и и нормально перенести бочку а потом приготовь себе еще еды мне не нравится этот мелкомоторный менеджмент но кто-то это должен делать чтобы помочь этому дядьки и у нас кстати уже рис почти вырос мало лекарств это ты прав это ты прав чего у тебя по уровню растеневодство 6 но ты все еще не можешь выращивать лекарства да у нас кстати я по моему устанавливал модификацию на как она называется то услышали у нас есть жаровня это чё такое формы похожи на миску в которой сжигают огонь он будет освещать окружающее пространство выделять тепло может быть это лучше чем может лучше чем костер разберем костер д я постоянно делают не так они все-таки надо разобрать все так я по по моему да я могу делать грядки я могу делать грядки сик давайте зафигачим здесь а и кстати можно делать практически на любой территории офигенно офигенно давайте зафигачим здесь маленькую грядку ну допустим допустим такого размера и а я я не знаю будет ли у расти у него уровень растеневодство когда он будет выкапывать грядку нет но мы можем здесь сразу поставить в кью и я не знаю где грядка находится наверно вот это еще наверно наверно вот так до 5 на 5 и поставить сюда лечебный корень 8 нужен навык мы далековато еще далековато конечно так но он начал убираться значит он заскучал а это значит что пора придумать его новый придумать ему новые работенки и мы можем построить для этого производство мастерская художника стол для резки камня стол для резки камня да да и да пусть стоит у тебя в комнате какая разница вот это переставь сюда и здесь построй копию и нормально дядь как ты себя вообще чувствуешь что у тебя по нужным но ты без одежды да это конечно грустняво я ничего не могу сказать и мы конечно же не посадили хлопок сука мы не посадили хлопок а за что у у тебя умственный труд подожди ты ж тупой что ты сделал как-то заработал единиц умственного труда как он это сделал может бесполезен у нас семь единиц пищи а мы кстати можем сюда поставить киу ты-ты-ты-ты-ты-ты где я видел-то господи жаровня и потестим а у нас не хватает железа так меня пугают эти красные мартышки злые ужас и у нас прибавилось еще пищи мы вообще шикуем вот он сейчас высадил кстати я хотел посмотреть можно ли зафигачить грядки многие говорят что модификации на грядке это прям прям оп потому что она создает участок с эффективностью роста 140 но с древнейших времен люди занимались создаванием грядок и прочей фигни я я считаю что в этом вообще вся задумка грядки в принципе а 200 процентов не 200 процентов конечно высоковато да 200 процентов высоковато я в следующей серии пониже в перерыве сделаю ниже плодородность 200 это слишком круто пока этот участок не используется и у меня нет возможности делать лечебный корень можно зафигачить хлопчатник потому что растет он ну безумно быстро может не безумно но при двух сотнях процентов плодородности вырастет он достаточно быстро и мы сможем зафигачить себе хотя бы тунику чтобы персонаж перестал испытывать стресс от того что он голенький гоняет чё нам сюда надо нужно древесина древесина но поехали срубим здесь вот это деревце я так понял те которые зеленые они достаточно пророщенные чтобы с них хоть какое-то количество дерева получить можно было он опять по одной штучке дерево таскает а если ему отключу переноску вообще в принципе он будет только рубить дерево и бросать его на пол нет он его все равно куда-то носит он его все равно куда-то носит ладно пусть будет 4 он его приносит сюда и потом уносит отсюда я я я не понимаю и понимаю что он делает он принес сюда 52 единицы дерева хочу дерево так мало по 6 единичек не ну вообще наверное справедливо да все таки безумно жарко это такой регион где пальмы растут всякие прочие хрень и наверное справедливо так все мы останавливаем твою добычу дерево harvest дерево crops фермера вырастить урожай а также семена садовод вот это дерево добывай короче проще будет сейчас отменить все деревья потому что для меня эти все три работы звучат как одна и та же хрень тем более тут осталось а он собрал уже все дерево в принципе молодец давай ты перед сном еще перенесешь оставшиеся ягоды и по мы перейдем теперь на камень мы у нас каменный век наступил дядя ты не хочешь себе табурет сделать и у нас будет задание чё у нас за камень здесь мрамор у нас есть немножко мрамора мы можем начать с изготовить блоки мрамора делать бесконечно и ограничить например чуть чуть больше чем наша домашняя зона и относить на склад а склад у нас будет я бы хотел сделать здесь проход чтоб он не бегал вокруг все этой байды и просто просто относил на склад здесь построили так нам надо повысить теперь ему приоритет это использует ремесло или или какой скилл я реально хз я так давно не катал кузнец это скорее всего изготовление оружия и снаряжения до машининг из сырых материалов изготовление оружия опять же фабрикейшн изготовление брони оружия дракса ты я так понял лекарства художник рефайн ну-ка кем фьюэл стон кат вот это будет твой приоритет и ты будешь этим заниматься еще мы тебе зафигачим сейчас так 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 мы тебе зафигачим сюда факел где подожди мебель мы можем сделать лампу мы можем сделать настенный светильник йома ты посмотри технологии у нас нет стали сейчас будет сталь смысле там надо 5 единичек стали ты чё гонишь ты ж только что с добыл куда он дел сталь он ее чё в рюкзаке с собой носит не у него пимикана двадцатка почему-то это да кун сталь ты дел дурной ты активное задание путь звездам отправил вам сообщение он говорит что на этой планете в тайном месте расположен его корабль и сообщает вам координаты отправление в космос это один из вариантов концовки и а давайте чекнем кстати далеко находятся если где квесты да я вижу задание перейти кораблю далеко надо обычно это самая отдаленная точка которую себе только можно представить а мы здесь ну приличный такой путь приличный приличный ничего не скажу у него будет портиться настроение от того что он камень добывает у себя в комнате потому что это этот дурак будет раскидывать камень себе под ноги однозначно прям сто процентов прям гарантирую с какой скоростью растет хлопок двадцать пять двадцать шесть даже при условии в 200 процентов достаточно медленно во все теперь у нас есть дорожка и теперь он может сразу притаскивать себе камень ну каменный век самый настоящий я не хочу все считать скажу честно я пытался я думаю где-то 200 единиц должно хватить на одну внешнюю стену можно даже сейчас спроектировать постройка стена из мрамора 115 да даже в 220 отлично дикарка в эту местность забрел человек привыкший жить среди диких животных ее зовут брио вы можете попробовать ее приручить у них нет достаточно уровня в приручении животных шрам от укуса движение сниженное легкая боль постоянно присутствует из-за этого они это это просто раны они они заживут беспечный стрелок праздность скорость скорость работы охренеть ты посмотри сколько навыков и еще ловкость в догонку любовь к ближнему бою и ловкость которая дает плюс 50 процентов к шансу у ворота беспечный стрелок но как бы стрельба без вариантов здесь искусство ремесло горное дело офигеть уровень животноводства 7 и дикарка еще с вероятностью в два процента мне люлей навешает но мы можем попробовать ее арестовать вот только проблема в том что у нее достаточно крутой уровень ближнего боя возможно ее вырубят какие-нибудь животные мы ее сможем спасти и приручить на на основе этого это да и наверно дверь я поставлю сюда и все таки я передумал лучше дверь здесь и расширить эту зону в эту сторону он почему-то не сделал жаровни но я подозреваю это из-за того что у нас закончилась сталь ну она тусит здесь возможно она коснется на капкане и мы ее сможем слутошить на основе этого а он с ней общается да а да смотри они тебя беседуют ёмая ты смотри у нас будет о чёрт у нас будет каменная стена это это уже серьезно на самом деле другой вопрос на кой хрен я делаю внутреннюю стену каменной да потому что надо делать внешнюю мы же будем расширяться в эту сторону но пока не будем спешить во-первых расширяться на такую огромную территорию в одного персонажа это достаточно глупая идея я считаю по крайней мере что это глупая идея и спешить здесь некуда мы лучше укрепимся здесь сделаем как минимум двойную стенку тут и уже будем отталкиваться от этого тем более он неплохо проводит время ему ему нравится ну единственное что мокрое и у нас закончилось дерево опять зато у нас уже созрел рис и у нас почти созрела кукуруза у нас куча еды офигеть можно попробовать её рубануть а возможно она сейчас бля у неё такие хорошие скиллы я боюсь с ней связываться потому что в ближнем бою она просто мне навешивает люлей шрамы у неё не зарастут явно она будет в состоянии лёгкой боли всегда находиться эй а почему нельзя это это надо вот эти камни можно сразу сейчас перенести да расширим здесь немножко зона так чё я думаю наше первое изучение блин я пока не хочу в одного персонажа я жду когда рандомный рэнди подкинет нам вариант на нового персонажа и поймите меня правильно брио охрененный персонаж о чё это дерево души а чё делает редкое дерево с тёплой гладкой как кожа корой и листьями переливающимися цветами радуги заселённые биолюминесцентные микроорганизмами древа души образуют уникальный вид психического симбиоза со своей окружающей живностью что позволяет первым расти в большом количестве климатических зон когда рядом с древом медитирует человек неважно псионик или нет вокруг него разрастается трава души как только трава вырастает достаточно становится возможным проведение ритуала пси связи с древом который повысит психический потенциал псионика секрет ритуала известен только жителям племен они могут также восстанавливать свою пси концентрацию медитируя рядом с древами психический потенциал древ слабеет если рядом находятся рукотворные постройки они не приносят не переносят искусственных границ и попыток изучения а должна оставаться частью природы многие люди из племен считают что древо души не просто деревья а скорее физического манифестация конечностей мирового духа круто крутяк крутяк четко четко класс офигенно очень интересно нереально абсолютно серьезно сто процентов а еще я точно знаю что нам нужно много дерева ну немного но чуть 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 дерева точно надо можно добыть вот это спасибо что перенес камни ты ты крутой он заканчивает стену и я думаю может построить мраморную дверь мраморную дверь фишка в том что двери из камней и из твердых элементов ну то есть мрамора гранита и прочее они если мне не изменят память они медленнее открываются но давайте не будем нарушать красавишность этой стены и сделаем все таки мраморную дверь тем более учитывая что у нас ресурсов хватает а уровень 8 в строительстве гад дэм дядька вообще крутой не я я скорее всего ошибаюсь мне бы хотелось верить в то что игра настолько глубокая от материала зависит насколько быстро открывается дверь скорее всего нет а давайте посмотрим ради интереса здесь есть какой-нибудь скорость открытия двери 120 процентов 45 процентов я был абсолютно прав как всегда ну как просто лидер гений секс символ конечно я всегда прав кто-то еще удивляется тому что я мог быть не прав конечно я прав давайте переставим сюда колышек чтобы он не стоял посреди огорода мы можем мы можем сагрить брио сейчас и воспользоваться не они они далеко проходят они далеко проходят можно было бы ее сагрить привести чтобы они сделали грязную работу и вырубили ее и я боюсь что это не самое лучшее а я наверное пока прекращу добычу камня и так неплохо получилось прям прям бодро бодро все таки в приоритете пускай будет добыча дерева железо на втором месте это надо будет тоже добыть вот эту зону расширить мы если что в эту комнату можем тюремную кровать поставить так и че я хотел бы еще сделать такого чтобы прям прям вот хорошо было наверное надо начать производство оружие о можем кстати гидропонику ставить уже сразу но это скорее всего одна из модификаций я думаю все таки для справедливости ради сделаем все как как это само собой разумеется мы изучим гидропонику и будем ей пользоваться а табурет я хочу я хочу как-нибудь это разместить чтобы оно использовало минимум места можно стол развернуть да можно стол развернуть таким образом табурет поставить сюда и он будет одним табуретом пользоваться и для резки камня и для стола будет выглядеть тупо но это сработает так нам нужно начать теперь чтобы он он может делать коктейли молотова это что-то новое палки с бомбой хренеть мейк пила ха-ха-ха шо это за херь крафт файф пила можем скрутить косяк но у меня нет дыма листа сшить тунику но у нас пока еще не вырос хлоп чатник мы кстати очень близко уже я думаю мы газовую маску можем сделать первобытный рюкзак охренеть вот это очень круто это очень круто мы сделаем несколько ножей наверное почему нет чтобы поднять уровень и сделать лук лук это то что надо 7 в растеневодстве еще один уровень он кстати начал добывать кукурузу потому что она уже потихоньку вырастает ну кстати 97 процентов и ее уже можно собрать так давайте тебя назначим сейчас на кузнец э ремесло так и называется тупой ух тупой да давай ты все таки вот молодец все у нас есть дверь торговец оружием сейчас он как раз зафигачит три ножа мы продадим эти ножи так давай ты успокоишься немножко с добычей и ты все таки займешься ремеслом а где они а вон они идут пусть два хотя бы сделает он навык ремесла поднялся и мы продадим им ужасной нашей стали за 3 бакса компоненты мы конечно же не будем он бум бум лопы продает плазменный меч ты посмотри ты посмотри брони пробить все на месте снайперские винтовки копье зажигательные снаряды прометей медикаменты Уууу, медикаменты это That's big Что угодно медикаменты надо Надо просто брать и брать Нет, дядь, давай ты Сперва перенесёшь, а потом будешь Отдыхать Спасибо Нахуй они в мою комнату Приходят, дебилы Они же его будет Ох, овощи Блин, вы такие бесячие Надо построить еще один стол И Чтоб они перестали Так, а жаровня? В ней все-таки можно готовить еду или нет? А похоже, что нет Это была большая ошибка Я прошу прощения И мы поставим тогда таким образом Мы можем сделать электроплиту Мы можем сделать электроплиту Зафигачить ее сюда И вообще нормально все будет Потому что Единственное надо будет сделать на ней выключатель Задание Психическое подавление и Куин С вами связывается человек-компьютер 26 лет по имени Куин Она прячется от недовольного искусственного интеллекта личности Которую она недавно разбудила И просит вас укрыть ее Куин умоляет о помощи И взамен предлагает присоединиться к поселению Если вы согласитесь ее принять Поселение накроет поле психического подавления Вызванное разгневанной машиной Оно будет сохраняться 5,1 день Мы не знаем возраста Куин вычислитель Все 26 лет Человек-компьютер Но нам безумно сейчас нужны тиммейты 5 дней хренового настроения К слову Погнали Психическое подавление Насколько сильно Ужасная спальня Дядь, ты что издеваешь, что у тебя офигенная спальня Давайте сделаем ему По-по-по-по-крытие У нас, кстати, не так уж много Дерева У нас больше стали Да, 8 стали Вот этого будет достаточно Так, что у тебя по статам? Кровожадность, психическая глухота, психопатия Она может впадать в выдержимость Не может заниматься творчеством Умственный труд 10 Мне кажется, я нашел нашего исследователя Который поможет нам Узнать много нового в этом мире Еще ремесло 2 Растеневодство 3 Дальний бой 7 Просто Просто как бы Ну, нормально Есть 0 в кулинарии 8 общения Она может неплохо торговать Меня пугает немного психическая глухота А, подожди Квинт предлагает Квинт предлагает дать имя вашей фракции Она, естественно, будет главным ученым Сканером И управленцем Пусть она Этим всем занимается По четверочке Ремесло мы ей не будем ставить Потому что она будет фигачить в комнате У Уфы И это не очень удобно Уберем Садоводство Да, можно сделать Пускай добывает дерево Шахтерство у нее очень плохо развито 1 из 20 вообще бесполезно Она может заниматься Добычей И Джо может переключиться с этой задачей Потому что Ну, у него 7 Да Но он может заниматься чем-то более полезным Она может также Разбирать всякий хлам Разбирать не строить Чуть меньше ресурсов будет выпадать Но это не так важно Охота Это не про нее сейчас У нас нет оружия для охоты Повар из нее никудышный Один в животноводстве Ну, она может заниматься Развлечением Надзором Да Рефил Пусть будет на четверочку Реарм Уберем Добиватель уберем Работа Носильщик Отдых Она не будет хирургом Ну, она может быть медсестрой То есть она может приносить еду Убираться в комнате Пациент и пожарные И Доставка Да И распределим ей режим дня Тоже сделаем ей что угодно Пусть отдыхает Когда хочет Развлекается Когда хочет И, наверное, нам необходимо сделать ей комнату Я боюсь Этого предложения Но нам придется поселить ее В этой комнате Джо, чем ты занимаешься? Какой-то хренью? Давай ты построишь кровать Ты со своим огромным навыком Смог облажаться и не сделать кровать? Ты что, совсем? Ебобо Так, нам нужно теперь дерево Джо, и тебе придется этим сейчас заняться Потому что нам нужно сделать кровать Прямо Сто процентов Прямо 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 сейчас Мне неловко тебя отвлекать От твоих очень важных занятий Пока, ребят Спасибо за посещение Вы Были приятными Мне приятный Так, и он унесет дерево И все-таки сделает кровать Для Квины Да? Маля Найс Нормальная кровать Так, что теперь по комнате? Сойдет? Ну-ка Впечатление Ужасное Богатство Скудное Пространство Нормальное Красота Нормальное Чистота Грязная Дэм Дуд Тебе не угодишь Давай ты ее просто почистишь Все? Тебе легче стало? У тебя нормальная комната теперь? Что он недоволен-то? Нормальная комната? Ну, ужасная комната Как бы Вообще Она грязная Там стопудово Где-то Какая-то Говна Лежит На полу А что она Грязная А Бетон Не очень Хорош Я понял Ну Дощатый пол Ты не получишь Это я тебе точно могу сказать Ты можешь Разобрать Вот эту хрень? Не заправить Не-не-не-не Не-не-не Разобрать И мы Заделаем себе Плиту сюда Или Ну не Вообще Плиту Надо Однозначно Плиту Надо Прям Сто процентов Как бы Я так Поинтереснее Разместить Но Наверное Интересно Это не про нас Блин И у нас Опять Получается В той же Комнате Где человек Живет Еще будет Как-то Хрень Происходить Наверное Нам пока Не надо Сюда Плиту Вообще Лучше Наверное Спланировать Еще немножко Комнат Так Где мы будем Их Планировать Мы здесь Только на Три блока Можем Продвинуться А А Собственно Да Почему Не в эту Сторону 6 Подожди На одну Шире Что ли Надо было Ой Дурачок Это будут Уже Нормальные Комнаты Это будут Уже Прям Прям Царские Хоромы Ну Насколько Они могут Быть Царскими Вот И сюда Они смогут Переехать Эти комнаты Можно будет Объединить Для крафтовой Комнаты А здесь Расширятся И И нормально Да Ух Какая музычка Пошла И на этой Приятной ноте Я готов Закончить Сегодняшнюю часть Похождение В мире Римворлда Не забудьте Что вы можете Приложить Своё название Если вы не предложите Мы так и останемся Кто-то Там Какое-то Поселение Какое-то там Оранжевые Перди Или что-то такое Огромное спасибо За просмотр С вами был Джонни Специально для канала Joywire И Пока Пока